Пастор, кто вам рассказал о моих проблемах? В каких проблемах? Они говорят, ну как вы не знаете, ну вы же вот то, что вы говорили в проповеди, или пример перевели в проповеди, это же обо мне был, это же было обо моей семье, это же было об моих детях. Даже такие бывают интересные случаи. Ко мне как-то подходит одна сестра и говорит, пастор, что там решил мой сын? Я говорю, в смысле, какой сын, что решил? Он говорит, ну вы же вот на том собрании рассказывали пример о моем сыне, и вы там сказали, что он принял решение. Так вот, проблему вы описали, а какое решение сын принял? Я же не знаю, говорит. Скажите, я как мать должна знать, какое решение принял мой сын? И я пытаюсь объяснить, что я рассказывал пример не о ее сыне, но она посмотрела на меня, как бы думая. Она сказал, Виктор говорит, ну зачем вы хитрите? Ну я как мать должна знать. И знаете, я развожу руки, потому что я хочу сказать, и вот служители нашей церкви знают, что я человек крайне нелюбопытный. Я вот не тот, кто любит узнавать про что. Мне приходится иногда узнавать, люди приходят на встречи там, или расскажут о проблемах, я, конечно, выслушиваю, молюсь, стараюсь давать какие-то советы этим людям, этим семьям. Но вот так, чтобы вот мне интересовало, вот где там что происходит с чьим-то сыном, с чьей-то дочерью. У меня такая жизнь, что, знаете, я и так перенасыщен разной информацией. Вот, но некоторые люди все равно думают, что кто-то вам рассказал. Там подходит Виктор, вот, ну то, что вы говорили, это вот вчера наш разговор, кто вам об этом рассказал? Вот мы вчера сидели, разговаривали об этом, а сегодня, говорит, такая проповедь, ну не может же так быть. Одна сестра мне сказала, Виктор говорит, вот все, что мы говорим на неделе, вы об этом говорите в воскресенье, и так уже целый месяц кто-то вам все время рассказывает. Я хочу вам сказать, кто мне все время рассказывает. Тут есть два ответа. Первый ответ. Как бы нам ни казалась уникальной наша проблема, но мы люди, и мы довольно похожи в основных вещах, и наши проблемы похожи, понимаете? Иногда нам кажется, что такой ужасной проблемы, такого великого давления, как на меня, сейчас, ну, ни на кого не оказывается. Еще на одного человека оказывалось, две тысячи лет назад, на Иисуса Христа, ему тоже было так же тяжело. Вот, и мне теперь, и все. Больше таких людей нету, которым так же тяжело было. В действительности все мы проходим через трудные периоды, и эти трудные периоды, это давление очень у каждого из нас похоже. И наши проблемы похожи. Как бы нам ни казалось уникальным, наши проблемы, ну, очень похожие проблемы. Это во-первых. Поэтому, когда я беру какие-то истории, я отлично понимаю, что они так или иначе соответствуют проблемам многих, не только там кого-то здесь, или чьего-то сына, многих сыновей и многих дочерей. Поэтому я об этом и говорю. А во-вторых, ну, все-таки Дух Святой, Он же знает, Он понимает, и Он иногда вкладывает в мое сердце какие-то говорить вещи, которые я даже порой, когда готовлюсь к проповеди, не планирую говорить, но Бог, тем не менее, напоминает мне об этом. И я говорю, и я знаю, что Дух Божий, Он намного больше наших знаний, нашей мудрости даже человеческой. И Он отвечает на конкретные проблемы, которые у многих сегодня стоят в жизни, или там в семейной жизни. Поэтому вот так вот и получается. И не думайте, что кто-то ходит и рассказывает, что как вот всю неделю я сижу, и ко мне приходит там Евгений Зимин, Виктор, вот такие-то проблемы у тех, у тех, у тех. Потом приходит еще кто-нибудь, а у тех такие проблемы. Я так слушаю всех проблемы и думаю, так, сейчас в воскресенье разберу проблемы. Так не происходит. Так никто мне не рассказывает. С одной стороны, Бог дает мысли в сердце. Я знаю, что они очень часто попадают в десятку, попадают. С другой стороны, у нас очень похожи у всех проблемы. И поэтому, когда мы говорим о чем-то, о сложностях, это касается многих и многих людей. Понимаете, да? Вот поэтому не думайте, что тут кто-то, я все хожу, разузнаю, а потом раз в проповеди это упоминаю. Так я не служу Господу. Хорошо. Сегодня очень важная тема. Давно на эту тему не говорили. Я скажу честно, наверное, я об этом много лет не проповедовал, но в последнее время чувствую, Дух Божий побуждает. И вот мы откроем 17 главу первой книги царств. Знаменитая история, наверное, самый знаменитый эпизод в жизни царя Давида. Битва Давида с Голиафом. И вот я прочитаю лишь часть этой истории, знаменитая история. 38 стих. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову ему медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох в свою руку, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним. И сумкою, и спрощую в руке своей выступил против филистимлянина. Вы знаете, когда Давид сражался с Голиафом, то прежде всего, что у него было? У него было проща и камни. Чтобы достичь каких-то результатов нашей жизни, безусловно, мы должны использовать те дары, те таланты, которые каждому из нас дает Господь. Причем очень важно использовать именно то, что Бог тебе дал. Потому что порой мы часто пытаемся копировать других людей. Как мы видим в начале, Давид оделся в одежды Саула. Взял его меч, его броню взял. А вы помните, что Саул был очень великоросным. Он где-то примерно на голову был выше всех израильтян. У Давида далеко не было такого роста. И поэтому, я думаю, очень смешно, когда на человека одевается одежда намного больше его по размеру. И вот он оделся, вроде бы такая броня, меч. Но все это выглядело нелепо. И точно так же нелепо, когда мы пытаемся часто копировать друг друга, дары или таланты. Я думаю, очень многие проповеди, почему очень скучно часто слушать проповедников? Потому что проповедники, мы часто копируем друг друга. И вот это копирование, оно порой мало толку приносит. С другой стороны, часто используем такое вооружение, которое не работает у других людей. Думаем, что у нас оно сработает. Но мы видим, что эта броня, это вооружение, не сильно-то помогли Саулу в битве с Голиафом. То есть нужно что-то другое. И вот важно знать, что Бог дал тебе. И не просто знать, но развивать это. Потому что мало иметь прощу. Нужно тренироваться. И проща часто была в арсенале у пастуха, чтобы и волков отгонять с одной стороны, с другой стороны подгонять овец, которые отстают. Они берут камешек в эту прощу и подгоняют, чтобы она не тормозила, не застревала, где не надо. Шла со всем стадом. Такое радикальное действие пастухов. То есть наши дары и наши таланты. И я вот, знаете, об этом часто знал и часто об этом проповедовал. Но вот честно вам признаюсь, что иногда, когда я готовлю проповеди, чаще всего, чаще всего я работаю с писанием, и Бог дает какие-то мысли. Но нередко Бог может давать не только мысли непосредственно через то, как ты сам изучаешь писание, но через твоих ближних, через братьев и сестер. Есть одна вещь, которую Бог мне дал через одного брата. Когда мы были на отдыхе неделю назад, то мы общались с прекрасными служителями из Москвы, Олег и Юлия Поповы. И вот Олег сказал одну вещь, которая меня очень удивила. Я об этом хочу сказать, потому что сразу признаюсь, что именно через него Бог мне дал это откровение. Когда Олег обратил мое внимание на одну деталь, которую я много здесь, много раз читая это местописание, не обращал внимания на эту деталь. Это сумка. То есть он выступил, смотрите, вот конец 40-го стиха. И сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Ну понятно, проща. Сумка, да? И вот Олег говорит, смотри, внимание, сумка, у него была с собой вот эта пастушечья сумка. И в эту сумку он положил пять камней, да, взял прощу и пошел сражаться с Голиафом. Откуда у царя, извините, не у царя, откуда у Давида оказалась эта сумка? В этой же голове, обратите внимание, на 17-й стих. И сказал Иесей, то есть это отец Давида, отец сказал Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ев усушенных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее встан к твоим братьям. И вот 20-й стих. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иесей, и пришел к обозу, когда войско, выведенное было в строй и с криком, готовилось к сражению. С одной стороны, у нас должны быть дары и таланты. В Библии говорит Бог, каждому дает хотя бы один талант, который мы, важно их развивать, мы должны их развивать. Не просто иметь дар или способность развиваться, изучать ту сферу, в которой ты хочешь действовать, чтобы твой дар, он был точным, эффективным, чтобы твой дар был. Но с другой стороны, имея прекрасную, прощу, умея ей хорошо сражаться, то есть уметь хорошо ее использовать, тем не менее возникает вопрос, а как вот оказаться в правильное время и на правильном месте? Вот не просто вот уметь, ну так бы всю жизнь и умел бы Давид этой прощой обращаться там у себя, пася овец у стада отца своего. Но ведь как он оказался, как мы говорим, в правильное время, в правильном месте? Именно там, где Голиаф выступил против Израиля, ведь именно там он оказался, и именно вот с этого момента имя Давида стало очень широко известно в Израиле. Когда после именно этого сражения он стал очень популярен, и даже в народе написано, возникли песни, Саул победил тысячи, а Давид, помните, десятки тысяч. Именно это сражение, именно эта победа над Голиафом и сделала его таким известным по всему народу. Так вот как, имея дары и таланты, вот достичь этого признания, то есть как твое призвание может перерасти вот в это признание, когда люди видят это. И современные методы основаны часто на пиаре, то есть на постоянном рекламировании себя. И точно так же это перешло в церковь. Люди себя во всем рекламируют, служители во всем рекламируют, «Ой, я сейчас совершу победу, вот моя фотография с прощой, ой-ой-ой, держись, Голиаф!» Нужно рекламировать себя, нужно всем рассказывать, как ты научился работать с прощой. Вот тогда ты станешь широко известным помазанником, божьим служителем. И вот мы берем вот это и начинаем действовать, да, вот чтобы все узнали, нужно раструбить от себя, рассказать о себе. Вот я, вот моя с Библией, вот там, и вот ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. И церковь вот в этом широко погрузилась, нужно раскручиваться, 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 раскручивать свое служение, раскручивать свои проповеди, раскручивать, вообще себя раскручивать, какой великий муж Божий там находятся среди них. Но мы видим, тут какой-то другой принцип действовал, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время. Другая вещь. Эта вещь называется не раскручивание, не самореклама. Эта вещь называется сумка. У Давида, помимо прощи, была сумка. А что это была за сумка? Обычная пастушащая сумка, с которой в то время с кожаными сумками ходили пастухи. Именно благодаря этой сумке Давид и оказался там, на поле сражения, потому что он не был частью армии. Он, как самый младший сын, пас овец у своего отца, а его старшие братья были там на сражении. И вот отец говорит ему, возьми хлеб, возьми зерно, отнеси своим голодающим братьям. И вот он взял обычную свою пастушечью сумку, положил туда хлеб, положил туда зерно, сыр положил, то, что там описано. И пошел, чтобы принести еду своим старшим братьям, великим воинам. Так у него оказалась сумка. Именно благодаря этой сумке он и принес это все. То есть, что такое сумка? Это наше служение другим людям. Когда мы начинаем делать вещи, может быть, мало внешне значимые, мало как-то яркие какие-то, но мы это делаем, то мы вдруг оказываемся в правильное время, на правильном месте, благодаря нашему служению. Я недаром сказал, что вот именно Олег Попов, он обратил мое внимание на сумку. Я много раз читал эту 17 главу первой книги «Царств», не обращал внимания. И Олег рассказал, что была такая история, когда в церковь приехал известный-известный проповедник, и Олег как переводчик был у него, говорит, я везде его ездил, переводил, и вот собрания перевожу, потом встречи, люди задают вопросы, я перевожу, потом еще собрания, я перевожу, потом все служители с этим известным проповедником пошли в сауну, просто там отдохнуть, и там тоже у пасторов, которые были вопросы, я перевожу, говорит, и говорит, к концу дня я уже, говорит, так устал, что я был так счастлив, когда я там уже и не мылся, я не парился все время, я переводил, и переводил, потому когда кончилась эта вечерняя встреча в такой неформальной обстановке, я был так счастлив, что она закончилась, все стали разъезжаться, говорит, я устал, и говорит, пошел, один в эту сауну, сел, в парилке, говорит, сижу, и думаю, ой, хоть за весь день хоть немножко посижу, говорит, вот все время кому-то служил, кому-то переводил, и тут, говорит, вот я сижу один, вдруг открывается дверь, и заходит этот известный проповедник, и садится рядом со мной, и говорит, знаешь, говорит, ты, так трудился, весь день сегодня, так много переводил, говорит, и он начал со мной разговаривать, и сказал очень много важных вещей, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь и служение, то есть драгоценное, вы знаете, в этой сумке находится секрет, как оказаться там, где ты должен быть, в том месте, где тебя ожидает Господь, служи другим людям, если у тебя в арсенале есть вот такая сумка, когда ты служишь другим людям, то ты окажешься там, где Бог уже использует твою прощу, то есть твои дары и таланты, чтобы использовать это для того, что Он хочет того, что Он желает. Я помню, когда он рассказывал мне об этом истории в сауне, я тоже вспоминал о своей жизни много случаев, именно когда я просто служил другим людям. У меня, вот знаете, несколько раз в жизни был вот такой вот один пример, особенно, конечно, я запомнил это самый первый раз, это было много-много-много лет назад, когда я был еще только молодым пастором, и вот я узнал, что там в один город приезжает очень известный проповедник, я был знаком с этим проповедником, я просто поехал туда, чтобы просто послужить ему, думаю, вот надо будет, там его буду сумку, его Библию носить, там вот, просто приеду, чтобы ему послужить. Я помню, приехал в тот город, чтобы послужить, а там такая ситуация была, этот великий проповедник не приехал, там были сложности, и там думали, что делать, что делать, и вы знаете, часть собраний отдали мне, чтобы я проповедовал, хотя я оказался там вроде бы случайно, я даже не планировал там быть, я был тогда молодым пастором, и никто меня тогда еще не приглашал к себе проповедовать, я просто приехал послужить, я просто приехал послушать сам и послужить, но именно вот в этой ситуации Бог взял для того, чтобы я там говорил слово, и я тогда помню, очень сильно пришло помазание Духа Святого, и после этого случая меня в ту церковь стали очень часто звать, хотя казалось бы, мое служение там началось благодаря случайности, не приехал проповедник, но все это было не случайно, потому что если ты имеешь в своей жизни вот эту пастушечью сумку, сумку служения другим людям, Бог будет приводить тебя в правильное время, на правильное место, чтобы там действовать через тебя и являть свою славу, и после этого случая у меня немало было примеров, когда я хотел служить другим людям, но оказывалось, что вот у Бога были другие планы, намного больше, чем я это предполагал, но этого бы не было, если бы не было вот этой простой пастушечьей сумки. Мы, когда думаем о служении Господу, знаете, мы часто представляем какие-то великие-великие вещи, и мы пренебрегаем служением другим, вот этой помощи другим людям, когда мы вот служим другим людям, служить бы рад, прислуживаться тошно, то есть мы как бы хотим служить, типа, но не прислуживаться, хотя мне всегда вот эти слова из нашего классика казались странными, потому что, когда ты служишь, то частью служения это когда ты прислуживаешь другим, когда ты заботишься о других людях. И вот вы знаете, в Новом Завете вот это служение, помощи показано как чрезвычайно важное. Если мы откроем с вами 12 главу первого послания к Коринфской церкви, смотрите, вот известный 28-й стих, где апостол Павел пишет, «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дал дары исцеления, вспоможения, управления». Разные языки. И вот вы знаете, когда мы читаем этот стих, мы, конечно же, обращаем внимание на апостолов, пророков, чудодейственные силы, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, исцеление, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тут среди этих сладких для каждого верующего вещей, даров, затесалось каким-то образом слово, вот смотрите, вспоможения. Вспоможения. Причем, обращу вашего внимания, это вспоможение стоит до управления. В этом мире, конечно же, прежде всего ценится управление, управлять, властвовать, да, чем-то вот руководить. А здесь, перед этим, стоит вспоможение. Вспоможение. Я, когда исследовал этот стих, то с удивлением обнаружил, что это слово вот единственный раз используется в Новом Завете. В этом 28-м стихе. Вспоможение. Это греческое слово, которое звучит антилэмпсис. Антилэмпсис переводится как помощь, вспоможение, поддержка. То есть, вот, значение этого слова действие ради другого. То есть, действие предпринятое ради другого. Само слово, это греческое, антилэмпсис, анти, против, анти, антихристам, антитеза, анти, против. Лэмпсис, загрузка. То есть, когда кто-то загружается, нагружается, то ты, как бы, помогаешь этому человеку. Вот есть такая поговорка, последняя, как бы, соломинка ломает спину верблюда, да? Когда вот нагружаешь, нагружаешь, уже последняя соломинка. Так вот, антилэмпсис, это когда ты помогаешь человеку, так, чтобы не взять его, вот эту последнюю соломинку, чтобы он не сломался. Помочь человеку, поддержать человека, да? Вот именно вот эта помощь, поддержка, поддержка. И апостол Павел говорит вот об этом служении, вспоможении, причисляя разные величайшие дары, апостолы, пророки, силы чудодейственные, используют это слово вспоможение, помощь, поддержка. Когда мы начинаем что-то делать, и вот это стоит в том же самом ряду, что и самые великие служения в церкви. Апостольцы, пророки, дары исцеления, служения, вспоможения. Потому что в церкви, помимо сцены, помимо того, что на виду, помимо вот этих трансляций, есть много и много работы. Есть люди, которые эту сцену моют, есть люди, которые настраивают аппаратуру, и их вроде бы не видно, но из этого состоит все служение. Согласитесь, какую бы прекрасную проповедь пастор не подготовил, но если ужасно там настроена аппаратура, если ужасно работает микрофон, то вы большую часть этой благословеннейшей проповеди не услышите. Правда же? Все это состоит вместе. И проповедь, и звук, и микрофоны, и чистота, и люди, которые там стоят внизу и приветствуют вошедших. Потому что, вы знаете, мы приходим все сюда со своими какими-то проблемами, сложностями, не случайно говорят, что театр начинается с вешалки, да? То есть, атмосфера начинается с первых шагов в церкви. И когда ты приходишь со своими проблемами, сложностями, то можно так тебя вот приветствовать, что ты думаешь, слава Богу, твое сердце раскрывается, и ты буквально вот с первых шагов уже готовишься к тому откровению, которое Господь здесь приготовил для тебя. А можно наоборот, так поприветствовать человека, что он закроется и уже не будет воспринимать ничего здесь, в том числе и проповедь. Правда же? То есть, вот эти служения, вспоможения, это кажутся детали, кажутся мелочи, но все великое состоит из мелочей. И у каждого из нас есть призвание, в том числе вот эти служения, вспоможения, когда нам часто в церкви что-то не нравится, вот тут надо лучше, вот тут надо как-то почистить, вот тут надо как-то прибрать, а тут нужно что-то сделать. И часто мы не думаем, а возможно я и есть тот человек, который призван помочь в этой сфере, помочь в этой сфере. А мы порой думаем, ну нет, это как-то слишком мелко для моего дара, это как-то слишком мелко для моего таланта, я вот человек большого полета. Вот когда ко мне подойдут и скажут, ну вот сегодня твоя наконец, твое время призвать всех к молитве за нужды, вот тогда я и явлю всем тот дар, который дал мне Господь. Но там где-то что-то прибрать, подмести, отнести, но это не, не мое. И для нас часто связано, что вот величие и служение, или используя слова классика прислуживание, это что-то совершенно отличное. Если ты в величии, то ты не прислуживаешь. Если ты прислуживаешь, то ты забудь о величии. Развитие человека, уровень человека часто напрямую связан с его желанием служить другим. Я отлично понимаю, что часто, вот особенно в нашей стране, там, когда капитализм только-только набирает обороты, первые шаги капитализма часто богатыми становятся, ну, не те, кто должен становиться, часто самые наглые, самые там, агрессивные и прочее, прочее. Но в действительности, когда мы берем нормальную модель, да, когда люди получают успех благодаря личному развитию, то это напрямую связано с желанием и готовностью служить другим людям. И поэтому, знаете, стереотипы, что вот бедные, добренькие, богатые, это вот злые, вот такие, там эти благородные, это такие прям злые люди. Все на самом деле было наоборот. И реально величие человека, уровень человека неразрывно связан с его готовностью служить другим. я еще раз говорю, всегда и везде есть исключения, но на то и исключения, чтобы подчеркивать основное, основное правило. Я помню, мы с удивлением обнаружили, да, когда, помню, много-много лет назад, еще тогда с Женей Галеевым, впервые поехали в Корею, и с особым трепетом, я помню, когда мы впервые посетили, это было самое начало двухтысячных, самую большую церковь в мире, церковь Дэвида Йонги Чо, вот, и нас с удивлением там встречали служба порядка, и у него огромная церковь, и у него много-много людей, они такие в то время, не знаю, как сейчас, может, то же самое, но тогда все выделялись, у них такие были белые у всех пиджаки, и тут такие таблички с именем, да, и они буквально встречали, встречали нас, о, встретили нас, о, ну, по нам сразу видно, что мы как не корейцы, вот, о, вы не из Кореи, мы вас сейчас проведем, там, нас провели на специальные места для иностранцев, там, чтобы там перевод был на наш язык, вот, и потом я с удивлением узнал, что немало людей, которые вот в этих белых пиджаках, такие просто встречают людей, проводят их на места, это богатейшие люди церкви, нередко миллионеры, у которых свой бизнес, и эти люди, они не считают для себя унизительным, имея огромный бизнес, имея очень расписанный и занятый график по воскресеньям в церкви, служить, даже не главой службы порядка, а просто одним из служителей в порядке, вот это служение порядка, мы тогда в то время это называли, в начале 2000, ашеры мы называли, такое странное слово, ашеры мы их называли, да, вот быть вот этим обычным ашером, или еще мы тогда называли их местоуказатель, да, вот, вот человек, какое у тебя служение, местоуказатель, типа, проходи туда, да, казалось бы, ну что это за служение, вот апостол, вот пророк, вот это служение для великих помазанников божьих, а быть каким-то местоуказателем, нет, это вот для каких-то, знаешь, это уж, когда у человека вообще никакого таланта нет, вот тогда он местоуказатель, так вот драгоценные, вот в Сеуле нередко среди вот этих службы порядка между указателями служат миллионеры, потому что, я еще раз говорю, иметь в своей жизни развитие, иметь в своей жизни благословение, неразрывно связано с готовностью служить людям, служить людям, в этом принцип Евангелия, помните, Иисус Христос говорил, что Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а сам послужить другим, вот, и Он показывал, что хочешь быть большим, будь всем слугой, то есть Иисус покажал, что в служении другим людям, вот в этом вспоможении, в этой помощи есть настоящее, настоящее величие, настоящее величие, и вот знаете, интересно очень вот этот Ферит Захария в книге Будущая Свобода, после этого он интересно описывал животный мир и исследования ученых, которые занимаются изучением животных, разного животного мира, и Он там показал, что часто очень вот животные, которые находятся как бы на нижних уровнях в стае там, ну в разных там волков, например, в стае, вот на нижних уровнях, это самые злые и агрессивные внизу находятся, и когда благодаря разным манипуляциям и ухищрениям ученые делали так, что вот особи с самого низа, с самого низа, то есть самых низких уровней стаи, они ставили их во главе, сделав их какими-то вот такими путями вожаками, то это были самые злые, самые агрессивные, самые подлые вожаки, которые не гнушились там проливать кровь в других и вести себя совершенно ужасающе. Это очень соответствует истине из Ветхого Завета, где говорится, что один из самых великих ужасов под этим солнцем, когда араб занимает место своего господина, когда человек с арабским мышлением, вот с арабским мышлением занимает какую-то более высокую должность, точно так же, когда вот этих животных в стае с самого низа ставили в самый верх, это были самые ужасные вожаки, самые ужасные лидеры, потому что настоящий лидер, настоящий руководитель, настоящий начальствующий, говоря словами Библии, это неизменно связано с даром вспоможения, когда человек реально стремится служить другим, помогать другим, другим людям. Вот, и если вы хотите, чтобы в действительности те дары, те таланты, которые вам дал Господь, принесли благословение, вам необходимо помимо своих способностей и даров носить вот эту пастушечью сумку, ибо именно эта пастушечья сумка приведет вас туда, где вы должны находиться. И там, где Бог желает явить свою славу через вас. Мы видим, этот принцип действовал в первой церкви. Вот, если мы откроем Деяние апостола в шестую главу, некоторые любят идеализировать первую церковь, что там так все было прям, вот прям волшебно, сказочно, ничего там не было ни сказочно, ни волшебно. такие же проблемы, об этом, конечно, не так много написано, потому что о проблемах не любят писать, но кое-какие сведения о сложностях первой церкви мы читаем в Деяниях. Вот Деяние, шестая глава, первый стих. В эти дни, когда умножались ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив слово Божье, пищись о столах», то есть заботиться о столах. Итак, братья, выберите и среди себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости и поставим на службу эту. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. То есть, видите, такая была проблема, что апостолы не могли заниматься своей деятельностью. Там кто-то был недоволен, ой, наших вдовиц обкрадывают, ой, вот именно наших обносят и меньше всего они получают. Ну, как обычно, в церкви кто-то недоволен, кого-то обсчитали, кому-то меньше благословения досталось, все время кто-то недоволен. Так что апостолы не могли заниматься молитвой и словом Божьим. И тогда что они сделали? Они избрали особых людей. Для чего? Для служения другим. Вот это служение, вспоможение. В каждой церкви, помимо проповеди, помимо молитв, помимо ходатность, помимо поклонения, есть огромная сфера служения, вспоможения. Это и социальная работа, это и поездки там по детским домам, это и кормление бездомных, это и большие служения, связанные там и с медиаслужением, чтобы там размещать проповеди. Потому что вы знаете, что аудитория людей, которые смотрят наше служение через интернет, оно намного раз больше, хотя у нас здесь немало, но там намного раз больше. И благодаря этому служению слово становится намного более эффективным, потому что достигает больше людей. Это и служение, которое занимается приборкой этого помещения. Это служение по раздаче одежды. То есть огромное количество служения порядка, служба порядка, людей, которые встречают, которые провожают, которые здесь находятся. Вот огромная, огромная, огромная работа. Если ты желаешь быть там, где Бог однажды использует твою порощу, твои дары и таланты, тебе необходимо постоянно носить с собой эту пастушечью сумку. Постоянно носить сумку. то есть жить жизнью служения другим. Не думая, что я такой великий, я так много достиг, это недостойно такого великого человека, как я. Я, знаете, замечаю, как бы сильно Бог тебя не поднял, но регулярно в твоей жизни словно какие-то вот такие экзамены встречаются. Готов ли ты такой великий, помазанный, распомазанный просто послужить другим людям, помочь другим людям. Вот принести кому-то хлеб, кого-то поддержать там, кому-то что-то подсказать, кому-то ноги омыть, за кого-то помолиться, кому-то дать совет, кому-то оказать духовную поддержку, кому-то оказать материальную поддержку. Вот иметь Вот это сердце, сердце слуги, именно такое сердце было у нашего Господа Иисуса Христа. Именно такие сердца мы видим в первоапостольской церкви, потому что проблемы церкви решаются именно так. Заметьте, апостолы не сказали, братья, у нас тут в церкви разногласия, у нас тут недовольные возникли, у нас там вот раздача еды, одежды, часть недовольные, будем молиться, берем пост, чтобы недовольство ушло из наших рядов. Да не так это действует, они просто избрали людей, которые имели сердце слуги. Часто вещи, за которые мы молимся, нужно просто взять на себя ответственность, послужить в этом, и ты вдруг увидишь, что ты и был этим ответом на эту молитву. Послужи другим людям. Кажется, маленькая вещь, кажется, какая-то мелочь. Но именно вот, как я сказал, из этих мелочей все великое и состоит. И вот мы видим в первой церкви, они избрали людей, да? Пятый стих. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И поставили их предапостолами, и сии помолившись, возложили на них руки. Вот, избрали людей. Для чего? Что за великое служение? Может быть, на миссию? В другие страны? На другие континенты? Хотя это как раз был период, когда миссионеры ехали из церкви. Павел совершал свои путешествия. Наверное, и этих людей для этого нет. А для чего там за них молились? Что это за великое служение? А это заниматься тем, чтобы все были довольны при раздаче ежедневных, как здесь написано, потребностей. Вот это великое служение. Великое служение. Служение, вспоможение. Однако, если бы не это служение, не было бы то, о чем мы читаем дальше. Смотрите. И поставили их предапостолами, и сии помолившись, возложили на них руки. Седьмой стих. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Если бы не служение, вспоможение, если бы не люди, которые бы занимались в церкви обычными, казалось бы, в этом нет ничего сверхъестественного, обычными делами. Правильно там раздавать одежду нуждающим, чтобы там никто не обижен был, никто там не возмущался. Заниматься вот так, вот так встречать людей, чтобы никто не расстраивался, что меня плохо встретили там. То есть так служить другим людям, что церковь прошла через это недовольство, не раскололась. Очень часто именно эти недовольства раскалывают церковь, потому что все хотят быть начальниками, все хотят руководить. А в этой ситуации не начальники нужны, в этой ситуации слуги нужны. Люди, которые готовы служить, служить другим. И когда такие люди нашлись, тогда церковь продолжила свою жизнь, эта проблема рассосалась, и снова она продолжала расти, и число учеников умножаться. И казалось бы, ну вот, люди занялись такой простой вещью. Если я займусь такой простой вещью, я же похороню свое великое призвание. И мы не понимаем, что простые вещи, они не хоронят великое призвание. Это как ступеньки часто к великому призванию. Потому что мы читаем, вот там избрали семь человек для практической работы, обычной практической работы в церкви. Из этих семи человек двое стали известнейшими проповедниками. Один из них, вот, Стефан, да, восьмой стих в этой же главе читаем. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги, либертинцев и керенейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии, вступили в спор со Стефаном. И мы видим, что Стефан, один из людей, который занимался служением, вспоможением, просто участвовал в раздаче вещей, необходимых потребностей для нуждающихся. В конце концов, Стефан стал величайшим проповедником. И мы читаем дальше, да, в седьмой главе он стал великим первым мучеником церкви. Когда его побивали камнями, помните его одни из последних слов, когда он видел небо отверстие, видел Господа и Иисуса Христа одесную. Одесную – это по правую руку от Бога Отца. И знаете, что интересно, да, вот эта картина, когда Бог Отец и одесную по правую руку сидит Бог Сын, здесь интересный момент, там Иисус не сидел одесную, а стоял одесной отца. И с того времени даже в традиции Первой Церкви, Отцов Церкви, есть такие упоминания, что когда мученики, то есть не просто люди, служащие Господу, а мученики уходят в вечность, то Иисус не сидит. Он стоя приветствует мучеников, которые пострадали за имя Его. То есть мы видим, что служение Стефана было наполнено силой и славой, и когда он шел на небо, Иисус не просто сидел одесную, стоял, приветствуя этого человека, да, стоял одесную небесного Отца. Было бы это, если бы он не стал заниматься обычным служением, вспоможением, связанным с раздачей вещей нуждающимися. Другой служитель, Филипп, смотрите, Деяние апостолов, 8 глава, 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот еще один из служителей обычной сферы вспоможения. Мы видим, он стал великим евангелистом, который проповедовал Евангелие, завершал многие-многие чудеса, и через него Бог исцелял многих и многих людей. И там даже такое происходило, вот эта 8 глава показывает, как он удивительным, сверхъестественным образом послужил Евнуху. Помните, когда проповедовал ему во время того передвижения в повозке? Просто удивительные вещи. А с чего все начиналось? А все началось с обычного служения, вспоможения. И, к сожалению, у нас вот это вот часто лежит пренебрежение вот к этому служению, вспоможению. Мы не рабы, рабы не мы, нет. Мы хотим все начальствовать, всем быть вот крутыми, а служить, нет, нет. Это для каких-то вот самых недостойных, самых низких. Вот и получаются рабы, ставшие царями. То есть нет царского мышления. А царское мышление – это милость и истина. Царское мышление наполнено милосердием. Бог дает людям высоту. Бог дает людям позицию, чтобы они могли наиболее эффективно служить другим. Не случайно даже вот сам перевод слова «премьер-министр». Это не великий начальник. Премьер-министр – первый слуга. Если бы министрами были не начальники, а люди сердцем слуги, тогда их управление было бы совершенно другим. Когда люди без сердца слуги занимают должность начальника, когда раб занимает место своего господина, то он использует данные ему привилегии и возможности, чтобы просто набить свои карманы. Он не умеет служить другим. Он никогда по-настоящему не служил. Он думал только о себе и о своем эго. Поэтому драгоценное в Царстве Божьем. Бог прежде всего ценит людей с этим сердцем слуги. Не случайно среди семерых первых людей первой церкви, связанных со служением, двое стали величайшими проповедниками, евангелистами, мучниками. Про других пять мы не читаем в Деянии апостолов, но наверняка их Бог также могущественно в дальнейшем использовал для своей славы. Я думаю, сегодня вот этот пример Давида с прощой и сумкой – это ответ, как, имея дары, таланты и призвания от Господа, суметь использовать это для славы Божьей, оказавшись там, где нужно и тогда, когда нужно. Это будет, когда у тебя есть сумка служения, сумка, где ты носишь хлеб для своих братьев, еду, помощь для других. Вот с этой сумкой ты будешь там, где ты должен находиться, и именно тогда, когда Бог желает тебя там видеть. И в самом конце я хочу прочитать из первого послания Павла к Тимофею, третья глава, тринадцатый стих. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Вы знаете, мы часто думаем, что высшую степень получают люди, занимающиеся высшими должностями, высшей позиции в церкви. А Павел показывает, что здесь важно не просто что, намного важнее как. Как ты служил. Неважно, чем ты занимаешься. Даже если ты занимаешься сферами, которые среди людей не считаются такими уж престижными. Но если ты делаешь это от чистого сердца, ты приготовляешь себе высшую степень в вере во Христа Иисуса. Поймите, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что служение – это такой необходимый промежуточный этап между тобой и великим призванием. Что служение другим, служение, вспоможение нужно только для того, чтобы подняться, возрасти. Нет. Оно само по себе очень ценно. И даже если ты всю жизнь и будешь носить в сумке хлеб для своих братьев, даже если кто-то вот из этих дьяконов первой церкви так всю жизнь и занимался столами и раздачей потребностей нуждающимся людям, то если он это делал от чистого сердца, с посвящением, как вот здесь написано, хорошо служившие, то есть если он реально хорошо служил, то он приготовил к себе высшую степень и великое герзновение к вере во Христа Иисуса. Потому что в этом сердце Христа он пришел, чтобы послужить и отдать жизнь ради спасения многих. Когда мы входим в это служение, в вспоможение, когда мы смотрим на наших ближних не с целью, кто может мне помочь, кто здесь может меня поддержать, утешить. То есть часто люди почему обижены, почему недовольны, мы приходим только с потребительским отношением. Нам нужна помощь материальная, духовная. Нам нужно молиться, нам нужно давать духовные советы. А тут что-то мне мало советовали, за меня мало молились, никто мне не помог. Что это за церковь? Что это за верующие? Вот такое отношение, потребительское отношение приводит людей к бесплодию. Они так ничего и не понимают. Но когда ты понимаешь, что вот есть люди, у которых еще больше нужд, у которых еще труднее сложности, сильнее проблемы, и ты стремишься послужить им, помочь им, поддержать этих людей, то с удивлением об обнаруживаешь, когда ты служишь другим, Бог начинает все больше и больше заботиться о себе. А когда ты думаешь, нет, обо мне забыли, ей же еще я, мне тоже нужно помогать, меня тоже нужно любить, мне тоже очень многого не хватает. Вот знаете, вот когда ты начинаешь думать таким образом, словно рука Божья отходит от тебя, и ты остаешься один на один со своими сложностями, проблемами, недовольный, озлобленный, мне не додали, я не дополучил, там не домолились за меня, не договорили мне, вот недовольный все время человек, обиженный с детства, ему с детства, ему не давали, ему не помогали, к нему не делали, ему сейчас все должны, должны, то есть ты только приходишь, кто бы мне что дал, путь в никуда, тупиковый путь, я вам хочу показать другой путь, путь человека с пастушечьей сумкой, который приходит только, чтобы послужить другим, и вдруг оказывается там, где через него повержен Голиаф, как это можно? Только с прощой и камнями невозможно, должна быть сумка, которая приведет тебя на места победы над Голиафом, и все это скажут, Аминь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарен тебе, Бог, за каждого человека в церкви, я знаю, Бог, что каждому из нас ты даешь талант, дар, призвание, нет ни одного бесталанного. Спасибо тебе, Господь, за твои дары, за те удивительные способности, данные каждому из нас. Но я также молю, мой Бог, чтобы мы не забывали об этой сумке служения, не забывали об этой простой, постушечьей сумке, в которой мы носим хлеб для наших братьев, чтобы мы занимались служением вспоможения. Покажи, Господь, каждому из нас, что может он делать в церкви. Даже простые вещи, вещи, направленные на служение другим людям, на помощь другим людям, на поддержку других людей. Это так драгоценно и так важно. Даже если это не ярко, не видно, и об этом никто не знает, но, Бог, Ты знаешь. Ты знаешь. Ты знаешь. Ты видишь, Господь, сердце. И человек сердцем слуги. Верующий готовый служить другим, носить хлеб другим. кормить других. Других, которые находятся на поле сражения, однажды станет тем, кто будет руководить сражением. Благослови, Господь. Благослови, Господь. И открой наши глаза на те сферы, где мы можем быть полезны для других людей. Покажи каждому, чем он может заниматься в церкви. Как он может помогать своим братьям и сестрам. Какую сумку он может брать и что носить, что передавать, чем служить во имя Иисуса Христа. Благослови. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Помоги, Боже. Помоги, Боже. Чтобы мы были, как Давид, людьми, у которых всегда есть пастучи чесунки. Благослови. Благослови. И на праг, Боже. Кого-то в музыкальное служение, кого-то в хор, кого-то в службу порядка, кого-то в медиаслужение, кого-то в социальные сферы, в социальные служения. Боже. Кого-то в театральное служение, в танцевальное служение, в разное служение церкви, службу порядка, службу чистоты, Господь. В молодежный отдел. В административный отдел, Господь. Потому что однажды мы будем Там, где ты желаешь в нашей жизни явить свою славу и силу, когда мы живем жизнью служения, когда мы ходим с пастушечьей сумкой. Во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok